Мы помним, мы гордимся. Порядка тысячи студентов Петропавловского строительно-экономического колледжа в преддверии 9 мая провели большой праздник в Парке Победы. Они пригласили на встречу ветеранов и почтили память советских солдат. К обелиску в Парке Победы пришли студенты Петропавловского строительно-экономического колледжа, чтобы почтить память тех, кто воевал за их будущее. В руках цветы и воздушные шары. В преддверии 9 мая они собираются здесь каждый год. Говорят, этот праздник один из самых трогательных и долгожданных. Это очень светлый праздник, в честь которого мы здесь сейчас собрались. Это праздник со слезами на глазах. И я очень благодарна нашим предкам, которые совершили величайшие подвиги, чтобы мы жили с чистым и светлым небом над головой, чтобы был мир и спокойствие, и мы не знали войны. В семье у нас тоже воевали. Прадедушка, он был на фронте, бабушка была в Тулу. И для нашей семьи это особо значимый праздник. 9 мая мы вспоминаем не только наших бабушку и прадедушку, но и всех, кто стоял плечо-плечо друг за друга в этой великой битве. Ребята переносят зрителей в лето 41-го. Вчерашние школьники узнали страшную весть. Пришла война. К подготовке подошли основательно, ведь их представления увидят участники тех событий, ветераны. На встречу со студентами сегодня пришел Федор Васильевич Щеглов. В ряды советской армии его призвали в 44-м. Алкинские лагеря назывались. Нас обучили там три месяца. В эшелон нас погрузили. Довезли нас в Шауляй, Латвии. Оттуда мы пошли на город Кенигсберг в составе 371-й дивизии, 5-й армии. Дошли мы, когда взяли Кенигсберг, мы еще наша дивизия дошла к Пелау. Немецкая армия капитулировала, а война-то еще шла. Когда для многих выстрелы стихли, Федора Васильевича ждал Дальний Восток. Кровавая битва для него закончилась только в сентябре 45-го. Говорит, когда объявили о конце войны, не смог сдержать эмоций. Он выжил, несмотря на ранения, голод и холод. Сегодня студенты говорят спасибо воинам победы и несут красные гвоздики к подножию памятника. Юные артисты подготовили большую программу. От этих стихов и песен дрожь по коже и слезы на глазах. Соловьи, не пойте больше песен. Соловьи, в минуту скорби пусть звучит арган. Поет один, кого сегодня нет. Александра Солминака, Збек Рокбаев, новости МТРК. Збек Рокбаев, новости МТРК. Продолжение следует...